Уважаемые коллеги, во-первых, я хотел поблагодарить Петра Владимировича и Организационный комитет за любезное приглашение. Мне для меня, конечно, большая честь и большое удовольствие выступить с докладом, посвященным стандартам лучевой терапии раннего рака молочной железы на конференции, которая уже абсолютно родная и очень полюбившаяся. Мы с Петром Владимировичем долго думали, какая тема все-таки будет наиболее интересна и выбрали именно эту тематику, потому что, с одной стороны, стандарты лучевой терапии, о них нужно напоминать, потому что мамологи, безусловно, должны представлять себе отчетливо показания к проведению лучевого лечения. С другой стороны, стандарты лучевой терапии, технологии лучевой терапии у больных, особенно ранним раком молочной железы, очень быстро эволюционируют. И вот если посмотреть на данные, которые… Это любопытная очень статья, такой своеобразный даже, наверное, бета-анализом, скорее обзор исследований. И здесь видно, что у больных ранним раком молочной железы непроведение лучевой терапии, отсутствие лучевой терапии ассоциируется примерно с 4-20% риском локорегиональных рецидивов. В среднем это где-то величина от 10 до 13%. И, конечно, в этой ситуации необходимо думать о том, что есть определенная группа больных ранним раком молочной железы, которым без лучевой терапии, ну, если так можно выразиться, не обойтись. Больше всего, наверное, споров, обсуждений и неопределенности относятся к пациентам с небольшим поражением, Н1-поражением подмышечных лимфоузлов. И, в частности, довольно много идет разговоров о том, нужно ли назначать лучевую терапию у больных с поражением 1-2-3 региональных лимфоузлов. Но вот это вот уже достаточно зрелый мета-анализ, который был опубликован в 2014 году, но очень фундаментально, очень важный, где было показано, что на самом деле у больных с поражением 1-2-3 региональных лимфоузлов и у больных с поражением 4-х и более региональных лимфоузлов Вклад лучевой терапии в показатели безрецидивной выживаемости, выживаемости без рецидива злокачественного процесса, он практически идентичный, это примерно 10%, 8-10%. Поэтому, если есть поражение лимфоузлов, то это уже является очень важным, очень оправданным показанием для проведения лучевого лечения. Второй вопрос, который, конечно, очень активно обсуждается на протяжении последних, ну как минимум 10 лет, это вопрос о том, что же делать все-таки с пациентами, которым была выполнена мастектомия. На сегодняшний день этот вопрос становится еще более актуальным, потому что мастектомия у больных ранним раком молочной железы в связи с очень быстрым прогрессом в онкопластической хирургии, мастектомии стали делать гораздо больше, и каждый раз встает вопрос, а что же дальше? Нужно этих больных облучать? Кого облучать? Как облучать? И все это вопросы, на которые однозначных ответов нет. Но вот в качестве преамбула мне бы хотелось показать это очень любопытное исследование, которое было опубликовано 2 года назад, где было показано, что при выполнении кожесохраняющих мастектомий, и тем более мастектомии, где сохраняется сосково-ареолярный комплекс, здесь очень большое количество остаточной ткани молочной железы выявляется и при патоморфологическом, и при магнитно-резонансно-томографическом исследовании. Практически от 10 до 26% больных имеют остаточную ткань молочной железы, поэтому, наверное, такие мастектомии, они, безусловно, являются мастектомиями, но в этом случае показания к проведению лучевого лечения, они могут быть гораздо более либеральными, если так можно сказать. Второй вопрос, который очень часто возникает, что же все-таки облучать после мастектомии с последующим онкопластическим вмешательством? И здесь на сегодняшний день имеются достаточно четкие рекомендации. Надо сказать, что объем облучения, он существенно зависит от того, какой тип реконструкции выполняется, каким образом установлены планты за грудной мышцей, перед грудной мышцей. Но все-таки мы должны помнить, в первую очередь, первую вещь, что основной мишенью, самой главной мишенью при проведении лучевой терапии после мастектомии является кожа и подкожная клетчатка. Потому что большинство рецидивов наблюдается именно в этой области. И второй момент, который мы должны помнить, то, что область рядом с мускулоспекторалис Майер тоже является областью, где достаточно часто могут возникать рецидивы. К сожалению, у меня, наверное, поинтера нету, но на следующем слайде, наверное, будет это хорошо видно. Не очень хорошо видно, но вот это область, на которую нужно тоже обращать очень большое внимание, потому что неоправданное уменьшение объема облучения приводит к серьезному увеличению риска рецидива с одной стороны. И с другой стороны, вы видите, что если посмотреть на вот красным цветом обозначенный мишень, который мы должны обязательно облучать, это как раз кожа, подкожная клетчатка и лимфатические подкожные сплетения, вы видите, что имплант на самом деле находится как бы вне зоны мишени. То есть имплант, безусловно, нам облучать не нужно, но, к сожалению большому, если вот посмотреть, например, на эти изображения, вы видите, как раз ретропекторальная область, она обозначена синим цветом. К сожалению большому, обойти имплант полностью, даже при использовании современных технологий подведения дозы, в этой ситуации достаточно сложно, достаточно сложно и в большинстве случаев практически невозможно. Поэтому, еще раз повторю, к сожалению большому, имплант, как правило, у нас входит в объем облучения, хотя мы довольно интенсивно работаем над тем, чтобы разработать методы технологии проведения лучевой терапии, которые позволят уменьшить нам объем облучения, исключить имплант из области высоких доз и таким образом возможно снизить процент осложнений со стороны импланта после завершения лучевого лечения. Если говорить о лучевой терапии больных раком молочной железы, то, конечно, наверное было бы неправильно и было бы, ну, в какой-то степени легкомысленно не упомянуть несколько исследований, которые были опубликованы в течение последних 2-5 лет. Первая работа появилась в 2016 году, это был анализ базы данных из Нидерландов, которые совершенно неожиданно для медицинского сообщества показали, что у пациентов, которые получали органосохраняющее лечение с последующей лучевой терапией, и у пациентов, которые лечились с помощью мастектомии, определялось достоверное различие в показателях выживаемости в пользу органосохраняющего лечения. Объяснить этот факт было довольно сложно, анализ выполнялся достаточно тщательный и, в частности, группы выравнивались по прогностическим факторам. Все равно консервативное лечение имело статистически достоверное преимущество с точки зрения показателей выживаемости. Через некоторое время, а именно в 2020 году, появилась еще одна работа, которая была основана на анализе данных лечения более чем 200 тысяч больных, зарегистрированных в базе данных страховых компаний североамериканских страховых компаний. И снова оказалось, что больные, которые получали органосохраняющее лечение с лучевой терапией, демонстрировали более высокие показатели выживаемости, чем те пациенты, которые лечились с помощью мастектомии. Причем особенно выраженным эти преимущества были у пациенток более возрастных, старше 50 лет. И, наконец, совсем недавно в этом году появилось еще одно тоже очень интересное исследование, абсолютно с теми же задачами, абсолютно с теми же вопросами. Надо сказать сразу же, что все эти исследования ретроспективные. Но вот последнее исследование, оно пришло из Швеции, это анализ шведской базы данных больных раком молочной железы, где тоже было показано, что консервативное лечение больных раком молочной железы с лучевой терапией в целом приводит к более высоким показателям выживаемости, чем лечение больных с помощью мастектомии и даже мастектомии с последующей лучевой терапией. Еще раз скажу, что здесь был тщательный анализ выравнивания групп по факторам риска. Вот эти вот влияния типа лечения или характера лечения, в том числе характера хирургического вмешательства на показатели выживаемости оставались достоверными, особенно выраженными. Они были у больных с опухолями от 3 до 5 сантиметров и у пациенток с поражением региональных лимфоузлов. И, конечно, в этой ситуации вопрос о том, какой вид лечения у больных ранним раком молочной железы является предпочтительным, все-таки оправдана ли мастектомия с последующими онкопластическими операциями или органосохраняющее лечение может рассматриваться в качестве предпочтительного, это вопрос, который, безусловно, наверное, нуждается в дальнейшем изучении. И я думаю, что, возможно, в рамках проспективных исследований, рандомизированных. Если говорить о роли лучевой терапии при лечении больных после органосохраняющего лечения, после консервативного хирургического лечения, то здесь вопросов о том, что лучевая терапия нужна, по сути дела, нет, потому что, с одной стороны, она, безусловно, приводит к очень серьезному, очень выраженному, почти 30-процентному выигрышу в показателях безрецидивной выживаемости, и этот выигрыш реализуется в конечном счете в достоверном увеличении показателей общей выживаемости и канцерспецифической выживаемости. Причем, если посмотреть на исследования, которые были выполнены в этом направлении, то обращает на себя внимание, но это кажется мне абсолютно естественным и логичным, что практически, не практически, а во всех исследованиях, которые были проведены, которые анализировали роль лучевой терапии, было показано, что ее значение после органосохраняющих операций несомненно. Если говорить о так называемом бусте, то есть дополнительном облучении ложеудаленной опухоли, это тоже очень важный вопрос, потому что это, с одной стороны, дополнительное время, это дополнительная доза, это может повлиять на косметический эффект, и встает вопрос о том, насколько это необходимо. Мы в нашем институте очень активно используем облучение ложеудаленной опухоли молочной железы, но если посмотреть на самое большое, самое длительное, 20 лет наблюдения и самое респектабельное, наверное, исследование в этом направлении, это исследование, которое организовал профессор Баттерлинг, то становится видно, что, с одной стороны, дополнительное облучение ложеудаленной опухоли никак не влияет на показатели выживаемости, с другой стороны, дополнительное облучение ложеопухоли достоверно увеличивает количество локальных рецидивов, и поэтому радиационные онкологи предпочитают всё-таки, особенно у молодых женщин, у пациенток с неблагоприятными подтипами рака молочной железы прогностически, с точки зрения локального рецидива, использовать дополнительное облучение ложе рутинно. Причём, если посмотреть, опять же, на группы, то вы видите, что практически во всех группах, вне зависимости от возраста, вне зависимости от наличия или отсутствия химиотерапии или гормонотерапии на предыдущем этапе, дополнительное облучение ложеудаленной опухоли оказывает благоприятное влияние на снижение риска локального рецидива. Ну, это данные метаанализа, которые были опубликованы тоже несколько лет назад. Надо сказать, что вот это исследование Баттерлинг безусловно здесь доминирует, но небольшие исследования, которые ему сопутствовали, они тоже указывают на важную роль в выполнении облучения ложеудалённой опухоли. Ну и, наконец, самые интересные вещи, что же меняется в лечении раннего рака молочной железы. После пионерского исследования, в хорошем смысле этого слова, то есть первого и самого важного, наверное, это исследование из Великобритании, и практически параллельно такое же исследование проводилось в Канаде, было показано, что использование умеренного гипофракционирования, когда доза облучения увеличивается с 2 ГРЭИ до 2,6 ГРЭИ, а сейчас уже оцениваются режимы более жёсткие, по 5 ГРЭИ 5 фракций, по 5,2 ГРЭИ 5 фракций. Было показано, что использование гипофракционирования не оказывает никакого негативного влияния на перспективы и выживаемости больного, и выживаемости без рецидива заболевания. То есть, иначе говоря, режимы гипофракционирования по своей эффективности абсолютно эквивалентны режимам обычного фракционирования в дозе 2 ГРЭИ, но они значительно более удобные, потому что время облучения сокращается практически на 30-40%, и, как ни странно, оказалось, что ряд этих режимов имеет более благоприятные косметические результаты, что делает их ещё более привлекательными для повседневного использования. Надо сказать, что в Европе и в Соединённых Штатах Америки и Канаде режимы гипофракционирования на сегодняшний день рассматриваются в качестве абсолютного стандарта. Если говорить о Российской Федерации, то я думаю, что этот процесс перехода к режимам гипофракционирования не займёт много времени. Я просто показываю это датское исследование с теми же самыми результатами. Это исследование, которое тоже анализировало различные режимы гипофракционирования. И, в частности, здесь использовались режимы фракционирования 5 раз по 5,2 грея. И вы видите, что показатели безрецидивной выживаемости и показатели косметические у режимов с умеренным фракционированием дозы, они все очень благоприятные. Тогда, когда мы начинаем дальше уже идти по этому пути, то, конечно, у нас несколько ухудшаются косметические результаты. Это очень любопытный обзор, в котором были представлены основные проспективные исследования, посвящённые изучению роли гипофракционированной лучевой терапии больных раком молочной железы. Сейчас основной вопрос заключается в том, можем ли мы использовать эти режимы гипофракционирования, тогда, когда мы должны облучать региональные лимфоузлы, потому что там уже возникают другие косметологические, косметические вопросы. И, с другой стороны, возникает вопрос о том, можем ли мы гипофракционировать ещё жёстче, использовать пятифракционные режимы, потому что, безусловно, с экономической и социальной точки зрения это имеет очень большое значение, поскольку у больных раком молочной железы много, и для того, чтобы все они получили квалифицированную помощь, использование режимов гипофракционирования очень важно. Если говорить об облучении региональных лимфоузлов, то на сегодняшний день появилось несколько проспективных рандомизированных исследований, вот это, в частности, китайское исследование, где было показано, что, да, облучение в режиме гипофракционирования региональных лимфоузлов тоже безопасно и эффективно, и этот режим может использоваться. И я скажу, что мы в своей практике его тоже активно используем уже на протяжении нескольких лет. Но это данные метаанализа, и я, наверное, сейчас хотел бы несколько слов сказать о интероперационной лучевой терапии, потому что хирурги-мамологи, конечно, смотрят на неё с очень большим и пристальным интересом, поскольку это удобно, и во время хирургического вмешательства можно закончить сразу же и хирургический, и лучевой этап лечения. Но здесь нужно быть очень осторожным, потому что первое, наверное, наиболее такое презентабельное исследование, которое было посвящено этому вопросу и проводилось в Италии, вдохновителем и руководителем этого исследования был Умберто Веронези. Оно показало при 15-летнем наблюдении, что использование интероперационной терапии не так безопасно, и риски локальных рецидивов возрастают до 15%, что, безусловно, значительно достоверно в несколько раз больше, чем у больных, которые получали облучение всей ткани молочной железы. Поэтому, когда речь идёт об интероперационной лучевой терапии, это тема отдельного разговора. Но здесь нужно быть, конечно, очень осторожным и очень деликатным. С другой стороны, появились методы облучения парциального облучения части молочной железы. И в этом направлении сделаны существенные успехи. Одним из первых исследований было исследование европейское, где было показано, что использование брахиотерапии источниками высокой мощности дозы позволяет достигать очень высоких показателей контроля над заболеванием и прекрасных косметических эффектов при проведении парциальной лучевой терапии у определённой категории больных. Чаще всего это больные гормоноположительным раком молочной железы при размеренном образовании не больше 3 см и в возрасте больных не моложе 50 лет. Ну а дальше появилось достаточно большое количество исследований, где использовалась дистанционная лучевая терапия в качестве метода подведения дозы для проведения парциальной лучевой терапии. И в этих исследованиях тоже было показано, что у специально отобранных больных можно достигать очень хорошего локального и регионального контроля. Но надо сказать, что в некоторых из этих исследований косметический эффект был скромнее, чем при использовании облучения всей молочной железы. И, наконец, чрезвычайно важные, вот это вот я просто показываю исследования различные, которые подтвердили эффективность облучения, парциального облучения в качестве альтернативы облучения всей молочной железы. Ну, очень много разговоров, очень много внимания к себе привлекло исследование с использованием рентгенотерапии в качестве метода облучения ложу удаленной опухоли. Тут этот метод такой достаточно спорный, но важным очень моментом, который я бы хотел отметить в этом исследовании, заключался в том, что те женщины, которым не проводилось облучение всей ткани молочной железы, у них была достоверно ниже смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. И поэтому возник вопрос о том, что же надо сделать для того, чтобы дистанционная лучевая терапия стала более безопасной для больных ранним раком молочной железы. Это те пациентки, у которых мы ожидаем очень длительную выживаемость. И в этом направлении тоже делается очень много. В частности, разработана методика облучения в фазе глубокого вдоха, когда лучевая терапия проводится только на глубоком вдохе, что позволяет сердцу убрать из области облучения. Это очень перспективно, очень простая методика. Вот в нашем институте сейчас все женщины с левосторонней локализацией рака молочной железы в обязательном порядке облучаются только в фазе глубокого вдоха. Мы посмотрели, она технически достаточно простая, немножко дольше времени занимает, правда, минуты на две. Когда мы сравнили радиационную нагрузку на коронарные сосуды, то получилось, что действительно умеренно достаточно, но все-таки мы в состоянии снижать дозу на коронарные сосуды при использовании облучения в фазе глубокого вдоха. И, конечно, нужно к этому методике приглядываться очень внимательно. Я бы рекомендовал всем вводить ее в повседневную практику. Хотя должен сразу же сказать, что если сравнить с теми возможностями, которые мы получаем при проведении парциальной лучевой терапии с помощью брахиотерапии с точниками высокой мощности дозы, то, конечно, ее возможности с точки зрения снижения дозы на коронарные сосуды на порядок более привлекательны, чем даже у облучения дистанционного в фазе глубокого вдоха. Ну и в целом, если говорить о рекомендациях, то я бы хотел еще раз напомнить, что после мастектомии лучевая терапия должна проводиться всем больным с поражением лимфоузлов, даже если это поражение одного, двух или трех лимфатических узлов. Послеоперационная лучевая терапия является обязательным компонентом органосохраняющего лечения. Умеренное гипофракционирование нужно рассматривать как новый стандарт подведения дозы и ускоренное частичное облучение, безусловно, очень перспективная методика лучевой терапии у больных с небольшими злокачественными образованиями. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...